Че ктось пове с шановной публичности польски, длячега так се дзее? Же Агнешка Холланд, ктура варчей про левецовых погляндов, кренче в Харкове, в Украине фильм фабулярный о Гладомоше, а з иной стороны посел Винницкий, нибыто Порек, а так на прадди попросту дебил, депче флаги червоно-чарном украинских повстанцов и не только украинской повстанской армии, Олун, а и войска казацкого депчат те флаги, там палом, беша цусь. Тих жовнижей, которые бороли бок о бок, раме о раме, с польскими окопцами Армии Краевой. И влачне, что поляцы ведут сейчас уже, что в 1934 году, в 1938 году была забронена та паскудная фаланга. Нибыто удается всем из себя каких-то там националистов польских, а так на прадди то шовинисты, либо просто, ну, хорже люди. И они депчат флаги с тех, которые в 1946 году, вместе с Вин, бороли под Хребешовым. Он то депчат. Тен шпех путиновский, шпионца шпега. Тен паскудный человек антипольский, ну, влачнеже антиукраинский. Для чего так? Чи люди, которые взросли польский под Смоленским в 19-м року, сханьбили, запаскудили шледство Смоленски. Та львица, поглянды хорже, анти-хрещанские, анти-католитские румиши. Та львица, поглянды хорже, а может уже и не. Не знаю, не пыта, хотел запытащу Агнешке, але такой шнех падал, что не было часа и, влачн, что никто не подпустил. Было там все зашифрованные люди. Я ему говорю, что ты говоришь по-польскому? Он на меня плачет и милчет. Але я вижу, что он поляк, вижу, что он там с кем-то там коммуникует. Ну, там, дешифратор это все. Может Агнешка Холланд правецовых погляндов, а те, кто депчут флаги в спойной борьбе против коммунистов, они уже стали самими льваками. Люб, те, кто живет уже открыто на речь Кремля. Для чего ПИС, пыта, не кренчет фильмы? Для чего Агнешка Холланд за целым польским, которую мы тоже не очень уважаем за ее погляд, за ее фильмики, валенцовские, паскудные, але она teraz отгрыла международовое значение. И для Украины, и для Польской ровно же, как шацунок для Польской она отгрыла. А че паскуджи, которые называем себя националищи польцы, народовцы, они родом вред и кшивды этой самой польцы, на арене Мензародовой. И выходит, что с этого, все, что это может выникать. А то, что сам Пилсудский, хоть и пактовал с Хитлером, тогда еще не было хитлеровских очвенцев, лагров концентрационных, хоть сам Пилсудский и пактовал, и Маштицкий с Хитлером, и решта, то у них, приятнее, была своя глава на этот рахунок. И они забронили, забронили категорично том фашистовском, антипольском, вашем же партии, рух тем, народовый. В 1934 году ОНР, фалангу том, хором забронили в 1928 году. И пред повстанием варшавских, уже сами варшавяцы, сама гармония краевая, ОНЗ, который пошел потом в Солидарность. Для чего забронили? Потому что они были антипольские, они пришедшие, как и сейчас. Потому что, если бы не забронили, то было бы не волейская жизнь с утонеными сейчас личбами, которые накрывают политики, то было бы огромная, любимая война, украинская, польская, другая, или как-то там, по личбе. И не нужно было ани фашистам, ани НКВДовцам ничего вымыслить. Просто они сидели бы и посмотрели, как один славянский, хрещуянский народ вымордовует другий хрещуянский, славянский народ, поляцы и украинцы. А чьи фаланговцы, военнородцы и до пера ломываемся за своими поганскими штандарами в наши хрещуянские, католические храмы, костелы, церкви. Як кольвер можно назвать, то невеста наречена Бога. Нашего Хрестуса Всехмагонцего. И там та поганская погань, поганская джичь не ма права быть. По-просто. Выходит, что с того, что Пис право и справедливости забрал под свое скриделечко провокатов речек. Тобто честь провокатов речек. Разом с политиками Пис как вам кров замерзав украинцев и поляков на Волыне? Что? Это новый? А курды забудьте. Так, провокаты А люди-то звыкли. Они сейчас целуются, а потом будут забивать друг друга. За что? По что? За террины? О, курды. Мы хорошо знаем, какие мотивы были у поляков. Когда украинцы останутся в воеводстве промышленном, на Любовь, в промышле, то это значит, что снова будет война, украинцы будут забирать себе эти террины, а украинцы, как думали, такая самая мотивация была. Когда поляки останутся на этих терринах, то будет такая самая мотивация украинцев, христиан, славян, как и в часе Пелсовского, который поделил, который побачил всем перед петлюром, который поделил в целом Украине большевикам, одна часть, большая, и себе кресла в Сходном Позбруч. На тыле была варта польска в свои часы, то и допровадила, собственно, до таких кривавых, паскудных женщин на войне. А жён пландинский, так-то такие густерки были с польской страны в обец украинцев. Там попалили трохи, там согринцы, там спалили, пары вымордувания, но это очень было. Ну так, курды, не признаем за свои страны, что они так само, бестияльские, начали на самом начале еще 40-х лет вынищивать. Разом с отделением гранатовых дивизий выщедлять, вынищать, вычищать. Там бандитерка. Просто была бандитерка. Не мыслишь, что она там беспосредственно была, керувана Лондоном. Но почему Лондон милчал в обец поляков, когда по истории, по выражениям той самой польской страны, того самого Лондоня, когда начали вымордувать польские вши поляков, то никто за них не застомпил всем. Армия краевая сидела здесь там в глубине, обе этих вши. То значит, либо или аж не было мордов, либо там было что-то иного. И то еще раз, по раз в следующий, удовольствие и нам, украинцам, и нам, полякам, всем таким нам, христианам, удовольствие, что польская власть, ну, срочетом, как и в Украине, ровно ж, срадьевска, польским властьам на плюч, на звыклых обладателей, на звыклых поляков. Они готовы, та власть польская, вытшечь ноги, о кровь и кости, тих звыклых обладателей поляков. И наплючь на их память. Только для политических забавок герек. И манипулировать тими звыклыми, в ниц невинными поляками. Манипулировать, чтобы они и надаль континовали. Жежи, войны. Были всегда такие идиоты, маньяцы. Тацы маньяцы в политических сутанах, политических маринарках. То мавпы, дичь, дичь, которая заложила на себя мундур политиков. То недополитицы, то идиоты, которых треба гнать с польской политикой. Бо они за жандзаем польском. И поляками, не стето. И по день дичейший. Так что поляцы должны лучше оцкнуть с ним. Опен олмайнд. И зразуметь, что таци, такого родзая, курдые, националищи. Они могут прибыть и утошсамять с поляками. Только в шклерняных ворунках. Когда им ничего человечеству не загража. То как ларва в дупе рыбы. Которая жричала мясо, этой рыбы. И рыба потом умирала. Длечего так? Бо политично то выкрвала Польске. През такую политику właśnie. Бо не бензе в часу реальнега загражения партнеров. Милитарных. Которые бы отдавали свое жище најлепше. Не с кабинетиками дома сидеть. А как жојнижам воўчать на поле боја за поляков. За покојовых обладателей. Кто? Венгри бэндам воўчили. Курде, то здраице најперше. Не хрештияне. А я, курде, повем, як венгри бэндам нібито волшили за польске, за поляков. Так само, як волшили і в Вермахче з фашистам. Так само, кеды венгшо загрожение, они запердаляли далей от себе, курды. Тхуже. А кеды сом покојовы обладатели, они их не сшили. Брасияльско вымордовывали. Бо то курды хорий народ. Так и политичный народ. Звыкли люди може и нормальные люди. Але през подкрэнцоном их нездровым генетичным типе таким виходжи басияльско бэстия. И они разом з фашистами вынішчили всі, ну, за сполпрацю з партизанком. Як и хута Пеняцка, только то були всі, там, че было замордовано около, праве, 7 тысяченцы украинцов. Очевидше, же то була каральна акція фашистовска, против джалан червоных армистов, партизанки червоные, которые вымордовали кілька наших там офицеров. И вызволили около 100 своих там коммунистов, рестореста. Зато 7 тысяченцы украинцев чуркасская. Район было вынішчено, бэстияльски. Было джече, кубер забрано церкви местовой, вешаляки в будовлях, и там живцем спалено. 7 тысяченцев морды пара дней были. Это такая каральна акція. Фашисты разом з моджарами. Там в этих отделах баджи моджар было. Венгров, курды. Тацы то джечейши союшницы втеде были, которые у поляков. Запомнил местовость Корюківка, где было замордовано украинцев 7 тысяченцев. Тим моджарами, венграми, коллегами, братанками поляков, як закарпатська Украина была 39-м, теж замордована корпусом граничным, збродняжами и теми самыми моджарами, справцами этой збродни, тих повстанців украинских, которые только хотели навіть не польские терены, а свои поднести, як Пелсунский в свои часы поднесли польские. Ну и нарешті вечер, кто оказал всем, на высокощи завдания политичного, кто оказался мандрым нациям, народом, влашне, же, кто в 2014 году, когда Путин начал агрессию прийти в Украину, Румуны. Длечего? Бо власть румунские были уже знакомы методом, методом народным, по-чаусэску, когда его подвесили и он его отшел до пекла. то не повеш о тих манджарах, о Венграх, которые от раз начали негацийовать, колаборовать с Путином, Саустрим, были, и за терены начали подбуржать Поляков, что давайте, давайте, теперь выобразите, Поляцы, кури, что бы было, если бы при власти был такой дич венитский посел, фаланговская ларва, не степи, потому что там люди заведены через псевдо идеи, не сом люди за пенедзи, которые скачут, только так, ниц особистего, отробяем пенедзи, то, что бы было бы, гдеби таци венитский были за жандали польском, это бы было бы жопа, целковита, не степи, выходит же у поляков, у польска, зло революзуют между собой, леваки, леваци революзуют с правительством польском, кто венцы, горши, на робе кшивды, зроби кшивды и зла принесе польске. Звыкло обывателям, которые вежут целый час в этой польсце, вежут жонду польскему, а он их снова нажечь, на менца, идем скачан на тих кощах. Что это за дичь, курды, скажи мне, что это за дичь, влад за курды, так сказать польска. Субтитры подогнали Симон.